Всем привет! Я продолжаю проходить карьеру за пилота Василия Петрова в автогонках Формулы 1. Давайте посмотрим, какие суперкары я могу получить, обменяв их на жетоны. В игре я уже насобирал 4 жетона, которые могу потратить на суперкары. Открою суперкар Астон Мартин. Также открою оба суперкара Макларен. И, пожалуй, возьму еще и Феррари Рома. Здесь у нас стоит Мерседес АМГ. Сюда что-то веселенькое надо поставить. Вот, например, этот Макларен. Сюда поставим Феррари. Пусть будет здесь стоять Макларен. И остается у нас одно свободное место и один суперкар. Это Астон Мартин. Все, у нас с вами шесть отсеков. И все шесть отсеков у нас заняты суперкарами. Ну, а теперь продолжаем карьеру пилота. Следующий гран-при это Испания. Давайте прочитаем сообщение. Мы оценили показатели нашего болида в сравнении с болидами соперников. С каждой неделей и с каждой гонкой эти данные будут меняться, так как другие команды будут внедрять новые улучшения. Нам тоже очень важно не сбавлять темпы исследований. Ну, и здесь мы видим, что Вильямс по-прежнему остается позади всех команд по своим характеристикам болида. У нас доступно улучшение системы кабелей. Нет возможности это ускорить. Разработка будет готова через 16 дней. Улучшения завершены. Система впрыска топлива. И разблокированы новые улучшения. Давайте попробуем улучшить двигатель внутреннего сгорания. Попробуем улучшить аэродинамику. И будем ждать, когда будут готовы эти улучшения. В турнирной таблице Василий Петров занимает третье место. 28 очков. Впереди два пилота команды Феррари. И также в Кубке Конструкторов Вильямс делит второе место с командой Рэдбул. У них тоже 28 очков. Улучшения завершены. Турбо-надув. В прошлый раз на Гран-при Майами я уже попробовал быстрый круг в Пирелли. Поэтому в этот раз я это просто пропущу. Переходим к гоночному уикенду. Перейдем к свободным заездам. А давайте попробуем в этот раз режим быстрой тренировки. В режиме быстрой тренировки получайте очки ресурсов и возможности для ускорения разработки без необходимости самостоятельно участвовать в программах тренировок. Давайте попробуем. Выбираю программу тренировок «Стратегия гонки». Программа не пройдена. Задача выполнена. Ну и осталось слишком мало времени. Мы уже не успеем пройти никакую другую задачу. Я думаю, это проще будет сделать, когда пилот Василий Петров будет более опытный, а также когда болид будет позволять бороться за более высокие позиции. Давайте также перейдем к быстрой тренировке. Это вторая тренировка. «Стратегия гонки». «Освоение трассы». Задача выполнена. Отлично. Расход топлива. Тоже задача выполнена. Замечательно. «Система рекуперации энергии». Тоже выполнена. Три минуты. Не хватит для того, чтобы выполнить какую-либо из задач. Придется запускать и третью тренировку. Переходим к следующей сессии. К свободным заездам. Три. Перейти к быстрой тренировке. Контроль резины. Завершаем сессию. 2000 ресурсов. Две тысячи ресурсов теперь. Небольшая скидка на улучшение. И Василий открывает восьмой уровень репутации. Так держать Василий. Переходим к более интересному. К квалификации. Давайте проверим настройки. Настройки у нас стоят на немного увеличенную прижимную силу. Но надеюсь, эти настройки самые оптимальные. Хотя не факт. Погнали! Проносимся по стартовой прямой и приближаемся к первому повороту. Так, а я уже в первом повороте чувствую немножко недостаточную поворачиваемость. И в третьем мне приходится отпускать газ. Обычно я этот поворот проходил с педалью газа в пол. немножко не хватает прижимной силы мне спереди. я таки забыл отключить этого помощника, который тормозит. Вау, 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 вау. Приехали. Флэшбэк тут интересно работает или нет. Давайте воспользуемся флэшбэком. Или же оставим как есть и будем стартовать с хвоста пелотона. Давайте попробуем стартануть с хвоста. Посмотрим, как это вообще работает. Когда совершаешь ошибку в квалификации и стартуешь последним. А вот посмотрите, уже к Феррари приблизился и Мерседес, по крайней мере Льюис. Ну а мы теперь переходим к самому интересному в гоночном уикенде. К гонке. Да, я думаю в этот раз будет сложно. Сложно будет оказаться в очках. Мы сейчас с вами стартуем с той позиции, на которой по идее и должен располагаться болид Вильямс. Я так понимаю слева это стоит наш напарник. Камера там подвесная снимает всю стартовую решетку. давайте посмотрим что там по стратегии. Мне нужно выбрать альтернативную стратегию. Изменить стратегию резина на этот отрезок. Сколько у нас кругов в гонке 17 11 кругов на медиуме и 6 на софте. Ну давайте выберем вот такую стратегию. теперь что касается настроек болида переднее антикрыло 28 еще единичку прибавлю настройки болида выберу предустановку 3 и поменяю в ней атаку переднего антикрыла на одну единицу больше. старт что-то как-то мне это не нравится что все так от меня уезжают так а почему мой болид ведет в левую сторону странно странно рассл потерял много мест на старте или квалифицировался плохо только 14 не нет левую левую м левую м м м м м м м Смотрите продолжение в следующей части. Двенадцатая позиция. Неплохо для первого круга. А вот с Гасли тут борются. Может быть и мы сможем тут протиснуться между ними. Как выбрал эти настройки болида на баланс, то сразу же пошло веселее. Разгон даже идет более лучше. Ох, окон перетормаживает. Не пускай меня вперед. Ух ты. Самый быстрый круг. Нормально. В третьем повороте здесь я быстрее всех. А дальше только где-то местами. Четвертый поворот тоже кажется, что я могу здесь ехать быстрее. Ух, как разогнался Вильямс, вы смотрите. Или просто с полными баками Вильямс чувствует себя лучше. Последний поворот здесь, это конечно... Так, удержался в Слипстриме за Рикьярда. Впереди его напарник Норрис. Вот здесь как-то сносит машину почему-то левее. Поэтому я и спрашивал, что это за приколы такие, что в левую сторону тянет машину. Посмотрите, а тут Перес или Клэр впереди. А я уже вообще до шестой позиции прорвался. Ничего себе. Как вот такое может быть в квалификации? Хорошо, если бы на десятом месте квалифицировался бы. Но в итоге развернуло. Настройки поменял только вот те, которые были предустановлены. Поставил на большую скорость. И переднее антикрыло поменял, так как мне более комфортно, чтобы машина в повороты заходила. Вот так, аккуратно. Норрис на хвосте. Или это опять какая-то помощь пилота включилась? Что он сам как-то подруливает или же нет? Почему он тут руль распрямляет, если я еще поворачиваю направо? Странно. Ах, перец. Вытолкнул меня. Ну вот по звуку даже мотора слышно, что вот эта помощь в торможении, то что я хочу уже набирать скорость, а она мне мешает и не дает набирать скорость. Так, с Пересом справился. Теперь впереди Леклер. Ага, смотрите, я даже догнать его не могу. Как приблизился, так на этом расстоянии дальше и еду. Все, машина дальше не тянет. Ну-ка, надо здесь пробовать, там где я быстрее всех. Что-то он даже не сопротивлялся. Ну вот здесь я реально чувствую, как машину сносит. Так, а первый? Так, это Ферстаппен. А, Сайенс у нас первый, да? Сергей Павель. Сорари вновь в лидерах. Ферстаппен вылет sacrificистие. Так. Как убеждение, конечно. не понимаю реально вот опять я сейчас поворачиваю на направо а меня направо не ведет и вот здесь я прямо сейчас ощутил реально что пилот сам поворачивает значит где-то опять какой-то помощник включился в управление да вот здесь что что это такое сейчас я специально просто руль отпустил не понимаю я честно не понимаю но вот здесь опять либо этот помощник пытается поставить меня на траекторию скажем так и поэтому он везет меня к этой линии виртуальной траектории которая видна на всем протяжении трассы вот сейчас опять я просто отпустил руль и машина тёрнулась в правую сторону я вообще не управлял не поворачивал но чё сейчас она не поворачивает нет это реально какой-то помощник активировался александр не могу проходить первые три поворота так как я хочу из-за этих помощников упорно гонит этот помощник ехать по этой траектории но если все будут ехать по одной и той же траектории ни о каких обгонах тогда и речи не может идти если впереди идущего соперника не могу обогнать где-то на прямой например вот только в поворотах я могу резко приближаться к сопернику но тогда мне нужно искать какие-то другие варианты траекторий чтобы я его смог в повороте пройти а не ехать позади одной и той же траектории сейчас нужно до 11 круга показывать быстрые круги я уже не знаю не хочу загадывать но может и на этом гран-при возможен подиум за вильямс прошедший гран-при майами вот это самая сложная гонка во первых то что я не разу на симуляторах не гонялся на этой трассе я конфигурацию конфигурацию трассы я даже не знаю где какие повороты какой поворот вправо или влево в конце стартовой прямой поэтому на трассе в майами очень это тяжело было всех их сдерживать пилотов только в контактной борьбе я смог вырвать несколько очков позади хамильтон 14 с половиной ухты посмотрите не такой уж и быстрый у меня круг вначале форста пына затем и леклер обогнали меня так что нужно немножечко быстрее проходить круги вот за первый сектор леуис на полсекунды подъехал ко мне они переобулись свежий комплект медиум а у меня помимо того что этот комплект медиум уже прошел 9 кругов так еще в кавычках мне помогают эти помощники пилотирование торможение еще откуда-то нарисовался этот помощник в управлении если напрямую захочу здесь ехать посмотрите но все равно он подруливает вот я ставлю его правее ехать он все равно держится траектории рик ярда 20 секунд сколько интересно занимает времени посещение пидстопа в районе 23 может быть секунд элемент или быстрее здесь в игре чтобы не позади рик ярда оказаться сейчас я вообще не тормозил вообще не нажимал на тормоз ну посмотрим где я окажусь после пидстопа там все вроде так плотненько вот рик ярда только на более 6 секунд отстает от леклера хотелось бы перед рик и рик ярда выйти на трассу иначе там я могу оказаться и каким-нибудь двенадцатым пятнадцатым да вот позади там как раз рик ярда и алонс алонс опередил рик ярда ну блин это невозможно с этими помощниками управления так ну давай тогда этот помощник сам вообще тогда будет управлять болидом а то зачем я тут кнопки нажимаю смотрите как я быстро за первый сектор приблизился к этим пилотам это вот призовая тройка впереди меня ну что как думаете каким василий петров придет к финишу леклер и хэмилтон бок о бок и леклер выходит вперед на льюис не сдается держится рядом но на выходе из поворота леклер оказывается впереди будет ли льюис контратаковать на стартовой прямой или же нет сейчас мы с вами об этом узнаем слушайте science пропал нет ставим все у нас лидировал что получается там когда желтые флаги были это science что ли сошел из-за проблем с двигателем давайте-ка посмотрим где у нас science нет вот science в гонке а почему он так низко на девятой позиции или же это из-за пидстопов возможно там произошли такие изменения глобальные посмотрите рассел 16 место на восьмое действительно какие предполагал он очень далеко стартовал гасли с 8 место на 16 норрис норрис шел сразу же впереди рекиарда смотрите рекиарда остался впереди на пятом месте сейчас а норрис опустился на 15 позицию ну да science с первого места лидировал в гонке и на девятое место офигеть вообще пять кругов у нас остается пять кругов моей борьбы с этими виртуальными помощниками вау 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 что это за фрезы такие из-за них испортили мне прохождение последних трех поворотов но америк ярда что ли приближается к льюису нет вот как резко этот помощник меня на траекторию начала завращать реально я сейчас борюсь не с соперниками с этим управлением вот я хочу ехать скажем так параллельно леклеру он меня возвращает обратно на траекторию напишите сейчас в комментариях на каком месте вы думаете я в качестве пилота василия петрова приеду к финишу четыре круга до финиша посмотрите сзади там собирается весь пилот он форстапин что ли всех оттормаживает это не могу понять вау 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 там перец прошел рик ярда перец сейчас хэмилтону приблизиться не проехал а проскользил перед последним поворотом на этом бублике оранжевом перец посмотрите уже на хэмилтона обогнал края там каша мало я смотрю щас на мини карту вот в районе где оранжевый кружочек это рик ярда ами феррари и альфа ромео ботас наверно мерседесы вот оба идут друг за другом хэмилтон и 1 у рик ярда там позади не как мне интересно быстрейший круг у леклера да какое время это справа здесь мое лучшее время наверно минута двадцать шесть двести семь и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Бублик Еще и помощники пытаются туда-сюда, блин, столкнуть болид. Ну, быстрый круг, да, минута 25 и 3. И вы смотрите, за один круг, сколько получается это? В районе 5 секунд я отыграл за один круг. Да, интересно вообще. Как бы за Василия Петрова радостно, конечно, что он сейчас лидирует в гонке. Быстрейший круг показал. И я так подозреваю, что он до финиша так и доедет на первом месте. Ну, просто радость эта уменьшается из-за того, что как-то странно. В квалификации еле-еле мог бы быть на какой-то 11-12, может быть, максимум 10-й позиции, я не знаю. А в гонке так получилось просто обгонять. И это еще хорошо, что эти помощники тут меня, наоборот, придерживают, притормаживают. Иначе я бы еще быстрее выехал. Вот, ведет обратно все равно на эту. Да, мы сделали это, мы сделали это. Ты хорошо поработал, чтобы этого добиться, поздравляю. Пилот дня Василий Петров, ну еще бы. А вот и болит Вильямс на первой позиции после финиша. Василий Петров, первое место в гонке. Стартовав 20-м, он прорвался, прошил весь пелетон и финишировал первым. Вот этот болит. По сравнению с другими, он находится на последнем месте по своим техническим характеристикам. Но Василий, суперпилот, привел этот болит к финишу на первой позиции. Его не смогли остановить ни Ферстаппен, который финишировал вторым, ни Леклер, который занял третье место. Вот такое неожиданное окончание гран-при Испании. На две десяточки всего лишь опередил по быстрому кругу Ферстаппена. А вот Леклера, посмотрите, на 29 тысячных всего лишь, 29 тысячных разделили Василия Петрова и Шарля Леклера в борьбе за лучшее время на трассе в Испании. Потрясающее гран-при. А вам понравился этот гран-при? Если да, ставьте большой палец вверх этому видео. А также не забывайте подписаться на канал. И нажмите на значок колокольчика, чтобы получить оповещение о выходе новых видео. Давайте посмотрим турнирную таблицу. Шарли Клер. Первое место. 65 очков. На втором месте Василий Петров на Вильямс. На 11 очков он отстает от Леклера. Это не такие большие очки. Возможно, в следующей гонке Петрову удастся отыграть у Леклера эти 11 очков. А теперь посмотрим турнирную таблицу Кубка Конструкторов. Феррари до сих пор лидирует. 102 очка. Рэд Болл переместился на вторую позицию. 58 очков. Мерседес в Кубке Конструкторов обошли команду Макларен. И теперь занимают четвертую позицию, отставая от Феррари на 63 очка. Мерседесу предстоит еще поработать, чтобы приблизиться к лидерам. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...